Если вы выросли в этой большой и прекрасной стране, то наверняка ответите без ошибок на все вопросы. Ставьте лайки, если рубрика вам по душе и вы хотели бы увидеть ее продолжение. Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Что это за предмет эпохи СССР, используемый советскими домохозяйками? Подставка для утюга использовалась для того, чтобы ставить раскаленный утюг на безопасную поверхность. Подставки для утюга на углях использовались еще в Российской империи, а в СССР подставки использовались ограниченно, поскольку были уже изобретены электрические утюги с возможностью их ставить вертикально для безопасности. Но многие советские домохозяйки использовали такие подставки для удобной глажки большого количества одежды. А как назывались уроки в школе, на которых девочек учили вести домашнее хозяйство? В советских школах большое внимание уделялось трудовому обучению. Пока мальчиков учили делать табуретки и скворечники, для девочек проводили уроки домоводства. На них учили всему, что может пригодиться в ведении домашнего хозяйства. Готовить, шить, вязать, убираться. А как называется этот популярный советский десерт? Пожалуй, каждая советская хозяйка умела готовить хворост. Это хрустящее лакомство готовилось из простых доступных продуктов, которые были в каждом доме. Тесто делалось из муки, яиц, сметаны и молока, тонко раскатывалось и обжаривалось во фритюре. Готовое лакомство посыпалось сахарной пудрой. А какие советские сигареты имели неофициальное название солдатские? Популярные сигареты Prima, которые начали выпускаться в 1970 году, в народе иногда назывались солдатские. Это связано с тем, что они были широко представлены в ларьках на территории воинских частей. Также ходили слухи, что эти сигареты входят в довольствие рядовых и сержантов вооруженных сил. А как назывался первый советский цветной телевизор? В 1967 году был выпущен первый в СССР серийный цветной телевизор Rubin 401. Стоимость такого удовольствия составляла около 700 рублей. Это в три раза дороже, чем черно-белый телевизор. А как назывался популярный советский газированный напиток со вкусом и ароматом лимона, яблока и груши? Рецептуру первого лимонада в Россию из Европы привез Петр I, а в начале 20 века были применены технологии газирования. В СССР напиток с лимонно-яблочным грушевым вкусом стал по-настоящему народным. Его готовили на натуральных фруктах, он обладал хорошими тонизирующими свойствами. А какой режиссер снял кинокомедию Мимино? Мимино – советский трагикомедийный художественный фильм режиссера Георгия Данелли. В фильме рассказывается история провинциального летчика, решившего перейти в большую авиацию. Добившись цели, он осознает, насколько скучает по родным местам и возвращается домой. А в каком советском мультфильме можно увидеть этого кота? Это кадр из мультфильма «Жил-был пес» режиссера Эдуарда Назарова. Создан по мотивам украинской народной сказки «Сирко». Действие происходит на украинском хуторе. Пожилой сторожевой пес становится никому не нужен, и хозяева решают его прогнать со двора. Волк помогает ему снова вернуться домой. А какой советский промышленный город в 70-х годах был признан самым зеленым в мире по версии ЮНЕСКО. В 70-х годах ЮНЕСКО признала Донецк, находящийся в Украинской ССР, самым зеленым из всех промышленных городов в мире. Также он носил статус города Миллиона РОС. Ежегодно там высаживалось до 2 миллионов кустов РОС. А как назывался советский юмористический киножурнал для взрослых? В 1962 году на экранах кинотеатров перед киносеансами начали показывать выпуски сатирика юмористического киножурнала Фитиль. В нем высмеивались проблемы бюрократии, взяточничества, раздельдяйства и прочих проблем. А какой продукт был разработан специально для укрепления здоровья советских граждан? В 30-х годах подавляющее большинство людей было ослаблено вследствие гражданской войны и царского деспотизма. Чтобы восстановить здоровье граждан Сталин приказал разработать рецептуру качественной колбаски, которую назвали докторской. А сколько раз был женат Иосиф Сталин? Иосиф Виссарионович Сталин был женат два раза. Его первая жена Екатерина Сванидзе умерла от туберкулеза спустя 8 месяцев после рождения сына Якова. Вторая жена Надежда Аллилуева родила Сталину сына Василия и дочь Светлану. Покончила с собой, выстрелив себе в сердце. Больше Сталин не был женат. А в каком году СССР впервые отправил животное в космос? 3 ноября 1957 года состоялся первый полет животного в космос. На советском корабле спутник 2 на орбиту отправилась собака-дворняга по кличке Лайка. К сожалению, животное не вернулось обратно на землю. А какая советская передача начиналась стихами Пушкина? Очевидная и невероятная, научно-популярная программа, выходившая на экраны с 1973 года. В начале каждой передачи звучали строки из стихотворения Пушкина, а сколько нам открытий чудных, готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных и гений, парадоксов друг. А как называлось это популярное в СССР пирожное? Практически повсеместно в СССР продавались песочные корзинки, украшенные кремовыми грибками с бисквитными шляпками. Стоил такой десерт 22 копейки. А какие советские часы испытал на перегрузке в космосе Юрий Гагарин? С 1949 года на Кировской часовой фабрике выпускались часы штурманские. Сначала их вручали только выпускникам летной академии вместе с дипломом, а затем стали доступны всем желающим. Именно штурманские часы надел Гагарин в свой первый полет. Они отлично выдержали перегрузки. А в каком году в СССР появился официальный гимн? С 1918 по 1943 годы в качестве государственного гимна использовался интернационал, международный пролетарский гимн, гимн коммунистической партии. В 1943 году вместо интернационала в СССР появился официальный государственный гимн. Слова к нему написали Сергей Михалков и Эль Регистан, а музыку Александр Александров. А для чего использовали это приспособление времен СССР? Этим приспособлением вытирали чернила на руках, когда начали использовать первые шариковые ручки. В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 1960-х годов, после того как их массовое производство началось осенью 1965 года на швейцарском оборудовании. Стержни и пишущие узлы были в дефиците, поэтому для населения была организована заправка стержней пастой на базе мастерских по ремонту бытовой техники. Часто эти шариковые ручки протекали и пачкали руку, и приходилось отирать чернила с помощью этого приспособления из нескольких слоев материи. А как называлось время, когда правил Хрущев? Период правления Хрущева получил неофициальное название «оттепель». Он характеризовался осуждением культа личности Сталина, появлением зачатков свободы и творческой деятельности, открытостью западному миру. А теперь бонус-вопрос без ответа, просмотрите короткий ролик и скажите для чего использовались эти картинки. Субтитры создавал DimaTorzok Напишите свой вариант ответа в комментариях. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест. Если вам понравилось, ждем от вас лайки и комментарии с впечатлениями о пройденных вопросах.